Друзья, привет! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua И в этом обзоре мы познакомимся с новинкой часов Invicta из коллекции ProDiver HydraMax. Напомню, что HydraMax это отдельная ветка коллекции ProDiver. Конечно, если сравнивать эту модель с предыдущими часами HydraMax, то различия очень ощутимы. Специально в обзор я взял вам показать предыдущие часы HydraMax. Посмотрите, во-первых, по размерам, ну сразу, прям как отец и сын. То есть здесь общие черты циферблата, они похожи. Но все остальное часы абсолютно другие. Посмотрите, здесь и такая толщина сумасшедшая была. 28 миллиметров, и эти часы очень тяжелые. Здесь же такая более практичная, аккуратная модель. Но учитывая то, что у меня рука средняя, то мне прям модель очень понравилась. Но не только размерами, а в целом и качеством, и характеристиками, да и цена очень приемлемая за эту модель. Давайте сразу пройдемся по размерам. Диаметр окружности здесь 48 миллиметров. От ушка до ушка 57 практически миллиметров. Толщина 17, вес 156 грамм. Но для этих размеров, и учитывая то, что это Invicta, очень небольшой вес и средние размеры. Но часы действительно очень удобны. Немножко позже я примерю их на свою руку. Корпус здесь сделан из сочетания двух материалов. Это нержавеющая сталь. И вот такие пластиковые вставки. Никаким сомнительным качеством здесь и близко не пахнет. Все очень здорово сделано, очень качественно. Хотя Invicta позиционирует эти часы как бюджетные. Но как для бюджетки тут качество просто шикарное у этой модели. Конечно здесь нет таких показателей по погружению как в этой модели. Здесь была водозащита 1000 метров, гелевый клапан. Но опять же размеры настолько непрактичные и тяжелые часы. Здесь водозащита всего 200 метров. Но заводная головка завинчивается. Вам для погружения на средние глубины с головой этих часов хватит. И в этих часах будет действительно удобно и комфортно это делать. Ремешок силиконовый, по ощущениям очень приятный и толстенький и эластичный одновременно. Очень классная текстура. Два фиксатора с этой стороны. Застежка такая простенькая. Ну опять же мне нравится с гравировкой Invicta. А что здесь еще в общем-то нужно. И с этой стороны вот гравировка Invicta бренда. На задней крышке часов можно увидеть гравировку. Логотип коллекции Hydra Max. И здесь же выписаны некоторые характеристики. Отделка корпуса мне очень нравится. Ну вот приятные ощущения. И по первым ощущениям, когда их начинаешь более детально высматривать. Закаленное стекло Flame Fusion Invicta делает его по запатентованной технологии. Плюс, ну вот оно здесь усажено в бассейн безеля. Что в принципе исключает возможность удара большим предметом в стекло. Очень неплохой циклоп на дате. Очень хорошо читаемый циферблат. 5 с плюсом тут можно твердо ставить. Плюс стрелки и метки покрыты составом тритнет. Он накапливает энергию и светится в темноте. Давайте посмотрим. Внутри стоит швейцарский механизм калибра RONDO 515. Это простой и очень надежный механизм. По настройке выкручивается заводная головка у нас. В первом положении по часовой стрелке меняется дата. И в крайнем положении против часовой стрелки устанавливается время. Очень простая вот такая практичная модель. Давайте я померю их на свою руку. Размер моего запястья 18 сантиметров обхватит. Посмотрите как они идеально на моей руке просто сидят. Очень удобный. Мне лично эта модель просто очень понравилась. Очень классная цветовая палитра. И давайте по итогам. Ну а по итогам Invicta сделала, можно сказать, абсолютно новую версию часов Hydromax. Часы, которые удовлетворят абсолютно разных мужчин. То есть это для таких парней крупных, с очень массивной рукой. А это вот для таких ребят, как я. С небольшим запястьем. И часы более практичные, в которых действительно в реальных условиях можно позаниматься дайвингом. Да и просто носить эти часы как повседневные. Наслаждаться их внешним видом, качеством. И в общем-то очень хорошей ценой, за которую вы эту модель купите. На этом закончу обзор. Надеюсь, он был полезным, понравился. Если это так, не пожалеете, поставьте пальчики вверх. Подпишитесь на канал. Друзья, всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok